очередные мотобудни друзья сейчас буду распаковывать звездочку такая звезда нужницы ни хера не режут ребят двумя руками сделаю вот такая звезда ребята с демпфером на 16 можно сравнить со старой вот у меня есть старая старая звезда это я не знаю здесь только 16 и м мл 7 что за обозначение ну в принципе все вот так вот посмотреть старая звезда не особо уж и поношенной в принципе ребят вот новенькая кстати ребята если кому надо могу продать старую звездочку вот еще и звездочка новая тоже короче джеттишная по моему джеттишная да или или короче афамовская афам по моему или джетти но не помню на 14 абсолютно новые не распакованные вообще не распакованы в пакете не распакованная звезда я ее продам за 800 рублей ну там можно поторговаться просто я купил ее по ошибке блин по ошибке вообще вот все ребят буду сейчас ставить на моте как вообще она идет давайте сравним сравним как сидит старая так старая сидит вот так вот болтается да вот новая новая меньше кстати ходит тоже люфт люфтик то есть ребят сажать вот это я звездочку буду короче сажать я буду на герметик шлицы обмазываю герметиками это я вот всегда так делаю я не знаю почему чем это связано но когда я так делаю не образуется ржавчина как вот здесь вот маленечко там есть ржавчина но я уже ее чистил да это тоже звезда отмытая 10 маленечко есть ржавчина но вот когда я сажаю на герметик она и сидит плотно и вообще туда него не попадает влага если что потом герметик убрать просто прям вот гвоздиком как раз и убрали и все вот так вот ребятки сейчас буду ставить так ребят вот крышка и это же конечно же всю почистил помыл перебрал цилиндрик поставил рено ремкомплект резиночек вот такая вот крышечка тоже здесь резина демпфер сам цилиндрик ребята вот он сам цилиндрик сцепления завода он идет на прокладки на такой зеленый сальничек тоже поменял поршни отполированы у меня рабочей поверхности отполирована и как мог отполировал поверхность самого цилиндра внутри как мог ребят рукой пальцем вот так вот по стакуем как мог отполировал так посадил сальник на герметик что-то он потому что там как бы легко и очень садится пришлось посадить на герметик здесь ребят здесь нам нужно посадить его или на прокладку или на герметик далее ребят перед установкой ставим вот такую стальную про снизу направляй к и сверху тоже должна быть но она в крышке она в крышке на сейчас я ее переставлю туда подзабью вот направляй код это так вот ребят одна направляй ка снизу 2 направляй к сверху дальше мажем шток с маской чтобы он не ржавел и одеваем крышку так ребята вот поставил крышку чтобы поставить крышку аккуратно и нигде не задеть и поставить очень легко нужно извлечь шток сцепления сначала вытаскиваем шток сцепления и после этого только снимаем крышку или же наоборот когда мы меняем звезду мы сначала откручиваем цилиндрик вытаскиваем шток и только потом снимаем крышку это очень важная информация иначе вы просто если вы не открутите цилиндрик ну там поленитесь или еще что нибудь не посчитаете нужно вы просто можете погнуть шток потому что она у вас будет идти на излом вы в общем-то по-нормальному не снимите и необходимо откручивать цилиндрик а потом изымать шток и ребята снимать крышку вот так вот сейчас ставлю шток сцепления потом закидываю сюда смазки вот такой вот и все собираю в обратном порядке блины еще нужно необходимо намазать герметиком вот эту плоскость от попадания вообще вот грязи песка вот эту ну вот всего нехорошего вот это вот прорезь для слива так народ забыл сказать очень важную информацию прежде чем вставлять шток до конца вы маленечко выдвинете вот на сантиметр 10 смажьте его смазкой весь и потом всуньте засуньте вернее обратно это нужно для того чтобы продлить срок службы вот этого сальника потому что если вас шток будет ну просто чистый он во первых будет идти на нем будет образовываться коррозия это раз потому что вся грязь будет лететь с цепки это два и то что там вот здесь вот стоит сырость когда вы едете в дождь это три и ребята смажьте его обязательно сальник здесь проходит дольше лучше как мог так и объяснил пацаны в общем вот сам цилиндрик я сюда тоже накидал смазочки здесь вокруг все обмазал есть намаза герметиком вокруг сейчас буду ставить ставим следующим образом так здесь вот под направляющие я сейчас чуть-чуть смажу здесь чуть-чуть видно следы коррозии это ребята я делаю для того чтобы когда мы вытаскивали снимали цилиндр сцепления здесь тоже маленько смажу резьбу для того чтобы ничего ничего не закисала там все ребятки все поставили наш цилиндр далее закручиваем болтики тоже отполировал стогаем болты тоже смазал чуть-чуть и очень-то ребят закручен сильно ребята не тяните тяните строго по мануалу я тяну где-то 4 нетона что ли ну короче не помню точно короче по мануалу ребят я тяну ребят час чисто уже от руки я пользуюсь одинами дима дима на метрическим короче динамометрическим ключом пользуюсь так вот не один годик на и привык и теперь вот помню какой болтик там м6 м8 м12 и какой усилий затяжки вот эти вот да вот ребята м6 вообще их тянуть очень ну опасненько вот не советую но вот эти вот болты еще хорошие они такие хорошего металл сделано счет как то вот так сейчас нужно будет по одному болтику выкрутить то есть выкрутить отполировать закрутить выкрутить полировать закрутить крышку посадил что-то болты блин забыл про них в общем так сделаю ребят час в общем то в принципе все ребят такие вот мотобудни время идет все ребятки всем удачи